Всем привет! Вы слышите, Алексея Халецкого. Я продолжаю прохождение ОНО 1800 со всеми дополнениями на уровне сложности. Эксперт! И в прошлой серии мы перешли к следующему уровню. Эпоха индустриализации у нас началась. Сейчас у нас есть рабочие вместо фермеров и крестьян. И если вы не видели первую серию, то лучше начать просмотр с неё. Ссылка есть в описании к этому видео, либо в правом верхнем углу должна, по идее, появляться. Давайте продолжим. В ОНО важно добывать как можно больше строительных ресурсов. На первом этапе это были доски. На втором этапе это будут кирпичи и железо. До железа нам, правда, надо ещё вот как минимум 300 рабочих, а кирпичи, пожалуйста, вот у нас три месторождения глины, и нам все три надо будет обрабатывать. Все три. Один глиняный карьер позволяет, по-моему, два кирпичных завода делать, да? 30 секунд. Да, два кирпичных завода. Но мы везде поставим глину, так что... Ну, для этого, правда, нам надо больше рабочих пока сделать больше домов для рабочих здесь. Так, а русские тут здания появились? Да, новые здания разблокированы. Церковь надо ставить. Вон, сам котел. Квестик какой-то. Подсобите нам! Я сейчас, как пальчишко, принесёте ещё подарков. Старину Гарольда надо найти. Это он, по-моему, митингует где-то. Вот он. Нам, кроме заботы, ничего и не нужно было. В профсоюзе производительность фабрики сигары-мельницы повышает, и меньше рабочей силы там требуется. Хорошая штука. Хорошая. Итак, давайте... Здесь у нас ещё, кстати, будет производство железа в будущем. Надо подумать, как лучше поставить склад. Наверное, вот так поставим. Так. Дорогу мы здесь вот так проведём. Склад ставим. Глиняный карьер ставим. И два кирпичных завода ставим. Так. Карьер требует 50 рабочих. Завод 25. То есть, грубо говоря, надо 100 рабочих на каждое месторождение. У нас 200 есть. Нормально. Следующее месторождение. Глины. Обрабатываем. Так, значит, тут проведём дорогу. Не забывайте, что тут обязательно должна быть всё соединено с дорогами с портом. Обязательно. Так, давайте склад. И два заводика. Наверное, дорогу вот так проведём потом. Вот видите, ещё месторождение железа. Так, и где у нас ещё? А, у нас уже дерева не хватает. Ладно, пока два. Будем... А, конечно, я что-то всё остановил. Продолжим. Шифтом зажимаете, и у вас продолжает всё это строиться. Так, и вот здесь у нас ещё будет... Ну, тут мы дорогу отсюда проведём. А, тут у нас ещё будет нефть. Потом паровозиками будем возить. Ну, вот как раз у нас, скорее всего, паровозик отсюда будет нефть везти на фабрику. Для церкви как раз нам кирпичи нужны, видите? Я не против! Так, им требуется колбаса, мыло, хлеб, церковь и пиво. Вот для пива нам нужен и второй остров заселять, а для этого нам нужно будет железо. Так, если я так ставлю, мне не хватит на кирпичные заводы. Давайте так. Так, пока не хватает брёвен. Кирпичи нам вообще всегда будет не хватать. Надо все дороги замастить камнем. Так что не... Вообще не... Когда вы сами будете играть, не жадничайте. Вот, то есть, три месторождения глины, это ещё не так уж и много. Помню, как ты играл с двумя месторождениями глины на главном острове. Тут реально не хватало постоянно. Видите, нам надо церковь, пацан, церковь даст плюс семь монет. Считайте к... К этим... К налогам. Давайте смотреть, всего ли нам пока хватает из того, что мы уже производим. О, шнапса начинает не хватать. Ну, давайте... Следующую, ещё одну цепочку шнапса организуем. Опять же, главное сейчас... Не запустите их все четыре штуки, потому что мне, ну... Одну пока можно сделать. Так, так. А, давайте ещё посмотрим квесты. Вот, у нас бабуля какой-то квест хочет дать. Я люблю свою красную. Подберите в пункте назначения оружие. Хорошо. Нету квеста, нету квеста, нету квеста. Только у бабули квест. Лады. Поехали, оружие подберём. Вперёд! И здесь пока продолжаем строительство. Так, можно уже заводик поставить. И видите, нам уже надо больше горожан. Отлично, мой юный друг. Как ты? Странно звучит, ладно. Флагман сопровождает. Очень странно, у неё такой голос был, да? Ну, это не хватает. Картопли просто, что-то ещё не выросло. Ща вырастет и всё будет. Так, всё, вот эти три пока у меня на... На будущее стоят. Подождём, не будет хватать. Организуем здесь. Так, улучшим... Порт. Вот, в первую очередь мы эти кирпичи... Чтобы порт улучшить, увеличить количество... Вещей, которые тут будут складироваться. Теперь у меня обердоски не 75 тут, а 150. Видите, в два раза просто увеличена вместимость. Следующая у нас цель... Стальные балки начать производить. Вообще, нам бы церковь поставить, ну ладно. Так, шнапс. Это мы решили? Ага, рыбы не хватает, да? Надо ещё одну рыбу. Да, со шнапсом решили пока. Ещё одну рыбную мастерскую ставим. Так. Пожарная часть. Пап. Для церкви нам... 25 кирпичей, да, требуется? Может дождаться пока... Хотя я тут пока организую... Ну... Сделаю. Значит, смотрите. У нас будет железный рудник. Две угольных печи. Потом надо будет две плавильни. И один сталилитейный завод. Улучшенный максимальный. Плюс можно будет ещё пушечную поставить. А, это известняк, блин. А я думал железо. Так, значит в другом месте. Ну вот тут тогда делаем пока. Углежоги. Углежоги. Наверное, так. И так. Так. Две плавильни ставим. И сталилитейку. Так, я бы тут ещё один склад поставил. Ну так, в будущем. Не прямо сейчас. И вот для этого нам надо куча рабочих, на самом деле. Поэтому пока... Ну вот смотрите. 50. 60. 70. 270. 470. 500 рабочих, как минимум. У меня пока 140 есть только. Ну. Все готово. Однажды вы будете... Отлично. Квест сдан. Вот тут какой-то квест. Я бы всё отдал. Вот и луч надежды. 6 тонн картофеля. Блин. Проблема в том, что я картофель не складирую на складе сейчас. Я не смогу. А вон эти пираты плавают. Я не смогу этот квест выполнить. У мадам Кахины тоже какой-то квест. Нет? Нет, показалось. Я, кстати, могу попробовать купить 6 тонн картофеля просто. То есть, у меня, понимаете, он... У картофельных плантаций нету доступа к складу, чтобы его там сохранить. А у них доступ прямо вот на создание шнапса. Так, один кирпич до церкви остался. Ну, кстати, можно пока увеличивать количество рабочих. Опа. Строен церковь. Полицейский участок надо поставить. Соглашусь-ка. Пожалуй. Вот сюда будем ставить. Тоже кирпичи нужны, да? Ну, а чуть позже. Чуть позже. Тут, кстати, тоже надо будет... Тут очень высокий фактор пожара, поэтому здесь надо будет пожарную колончу организовать тоже. Так, 300 рабочих, да? Ну, давайте, наверное, начинаем уже. Рудник и обе... Ага, углежогов не хватает тоже кирпичей пока. Так вот аккуратно вокруг делаю. Потому что тут не все вот наверх, видите, вот эти не могут быть улучшены просто потому, что им нету доступа к рынку пока. А будет, когда мы замастим дороги кирпичом. Игра сохранена. Далековато будет, конечно. Я могу просто рынок улучшить. Или лучше два поставить. Ладно, я два поставлю рынка здесь. А в других местах, вот видите, где в сказательный знак, рынки можно улучшать просто. Как и порт я улучшу. Давайте попробуем здесь купить картошку. Шесть тонн. Вдруг кто привезет? Она дешевая явно. А зато квест выполним. Вот сейчас он приплыл. Купил у нас рубашки. Везде кирпичи нужны. Везде. И мы поставили буквально максимально возможность, что я могу. То есть я даже не могу увеличить. На самом деле могу увеличить, конечно, выработку рабочих. Это еще одна. То есть просто... Катя, давайте так сделаем. Вот. На 50%. Правда, они сейчас будут меньше мне денег приносить. Ну, так как уменьшается счастье, то, соответственно, уменьшается и... Так, изменил? Я точно изменил. Целый день я здесь. Да. Сейчас кирпичи намного быстрее будут. К нам приходить. Школа открылась. Отлично. Ну вот, школу надо вот здесь вместо этой дороги придется ставить. Но так как у меня пока нету железа, даже не делается железо, то... Смысл убирать дорогу нету, я думаю. Так, уголь идет. Железо идет. Плавильни пора ставить. Раз и два. Осталось, в общем-то, этот заводик. Видите, мне нужно тут 200 рабочих. И 10 кирпичей. Что у нас по... Потребностям. Ага, шнапса не хватает. Надо это сделать. Все остальное у нас просто пока не построено. Поэтому еще одну цепочку шнапса организовываем. Мой замысел не включает вас. Так, что-то ему не понравилось. Интересно. Больше квестов пока. Вот здесь, по-моему, квест. Да. Плавающие обломки подобрать. Хорошо. Это хорошее задание. Так. 300. Ну все, пора плавильню ставить и пожарную часть. Все, тут работа пошла. Задание по доставке тоже хорошо. Так, не продали ли нам картофель кто-нибудь? Проблема в том, что вообще я могу поставить, чтобы со склада картофель не шел никуда. Как-то можно сделать? Нет, торговля не ведется. Как-то сделать, чтобы со склада... Не отпускался никуда. Вот не помню. Ну это можно только, чтобы товар не отпускался какой-то сделанный. Можно сделать, чтобы, например, рубашки не шли. А вот промежуточный товар, я не уверен. Так, здесь тоже увеличим часы работы. Потому что у нас будет сейчас... Плавильни будет очень много. Да, и тут надо пушечную мастерскую еще поставить. У нас плавильни будет достаточно делать... А, пушечная требует железа, да? Да. Ну и... Надо ставить, во-первых... Верфь. Во-вторых... Паруса. Мне для строительства новых кораблей потребуются паруса. Это одну... Буквально... Овцеферма. Парусная... Мастерская. Знаете, наверное, вот тут парусную мастерскую. А вот здесь овцеферму. Так, сделаем. Или тут дорогу... Надо... Одну клеточку подвинуться. Если что, просто дорогу здесь проведем еще куда-нибудь вниз, чтобы что-нибудь собирать. Так... 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 Ты останешься тихоньей, тоска... Так ты охренел. Я что, выполняю твои задания? Ну, он первый на меня начнет... Гнать. Гнать. Будем честны. Так... Еще где-нибудь кто-нибудь квесты мне хочет дать? Это важное. Прошу выдержать мой стиль. Поклонников Гаспарова подобрать. Так, ну мне надо остров заселить. Поэтому, наверное... Ну, можно короткий участок поставить. Поэтому, наверное, железо, в первую очередь, мы все-таки на заселение острова потратим. А не на пушечную мастерскую. Отлично. Плюс 10 счастья. Правда? Так... Честно заработано! Школа. Пиво. Ну, нам пиво надо, в первую очередь. Потому что пиво будет очень много денег давать, если мы обеспечим наших ребят пивом. Это реально много денег. Так, тут квесты. Это сколько, что требует? Содержание минус 100. Я думаю, мне пока нету смысла строить это здание, пока у меня нету производства пушек. Поэтому... Она будет просто требовать содержания, понимаете? Эти-то парусная мастерская работает. Минус 75, да, многовато, но тем не менее. Минус 1 по шнапсу пошло. Минус 2 по рыбе. Значит, еще один дополнительный... О, вы готовы? Да. Оглушительный успех! Так, производство. Так, следующий квест кого выполним? Мне 6 тонн картофеля, наверное, так никто и не привез, да? Тогда грейдзе. Просто невыполнение зданий этих ребят никакого минуса не дает. А невыполнение соперников квестов дает минус к ним... К их отношению к вам и, соответственно, к вероятности того, что они вам войну объявят. Эта вероятность увеличивается. Так, надо бы на другом побережье где-то добычу рыбы делать уже. Ну, вот здесь, например, кстати. У нас есть недалеко склад. Продолжение следует... Так, куда? Не всех можно спасти, дитя мой. Что-то к нам... Так, и давайте посмотрим, какая у нас тут диплома. И мы Гаспарову можем льстить, между прочим. Он хорошо к этому относится. Но не в этот раз, может, 5, блин. Жопа. Кстати, у меня экономика лучше, чем у Гаспарова. Лучше, чем у Грейвза. И лучше, чем у Бабули. Но по вооружению я везде проигрываю. Пока самое лучшее отношение с Бабулей, кстати, она самая опасная. Если вот с ней будет война, она самая сильная здесь будет. Но самое отмороженное это Грейвз. То есть с ним может быть вообще в любой момент война. Чего мне очень бы не хотелось. Так, уже 15 железа. Вы знаете, надо начинать уже планировать заселять остров. Как у нас тут? Рыба минус один. Что, еще одну рыбу поставить? Ко мне лучше не приходить, спустя. Ты все еще ничтожество. Спасибо. Я все еще ничтожество. Так, выполню вот это задание. Пути! И заселяю остров. Блин, это вот рыбу. Проблема в том, что, например, вот если война начнется, то чувак приплывает и мне вот эти рыбные места рушит просто. По идее, что можно тут пушку поставить, но не хочется так тратить на это. Вот, орудийную башню поставить. Оружейный завод. Нет, я сейчас возьму железо, кирпичи и доски и поеду заселять острова. Жалко все-таки эту квест с картошкой не пройти. Ну что, все еще? Так, рыба в плюс вышла. Это все в минус просто потому, что я это еще не делаю. Паруса там копятся, это нормально. Обеспечим пивом. Пиво дает, к счастью, плюс 10 монет. Плюс 10 монет, когда народ будет на пивандре сидеть. Все как в жизни. Понимаете, да? На плюс 10. Каждый же, каждый этот горожанин, вот рабочий плюс. То есть я получу, буду сверху получать их 1150. Типа. Ну до хрена, короче. Для того, чтобы пиво было, это нам нужен хмель. Добычу пшеницы я здесь организую. А хмель у меня на этом острове не растет. Где он? Видите? Наверное, будет доставлять хмель с другого острова. На вашей фабрике произошел взрыв. Ни хрена себе. Это где? На вашей фабрике произошел взрыв. На картофельной? Такого я еще не видел, кстати. Стало выглядеть хуже. Блин, ну нам надо, видимо, эту запускать тогда. Это сейчас все сгорит, я не могу это потушить. У меня нету сюда прохода, вот в этом. Проблемы, например, такого расположения. Наверняка основал поселение. Фу, блин, я думаю, уже на этом острове. Так, надо быстрее квест выполнять и заселять острова. Реально. Я, наверное, вот тот еще заселен. Они, по-моему, одинаковые. Этот хмель-перец, а тут... Нет, тут меха-меха тоже важные. Тут селитра. Поклонники Гаспарова. Ну тут, когда пожар закончится, я смогу это починить все. Сейчас у меня проблемы со Шнапсом будут некоторые. Так, надо доски тратить уже. Пожар нанес городу. Запа шар, это значит, что пожар закончился. Пожар стал привлекать. Отремонтировали. Так, ну уже много кирпичей. Уже можно мощеную дорогу проводить. Так, сделаем. И так. Вижу в вас подобие себя. Рулевай! Благодаря этой мощеной дороге больше людей... Больше у людей доступ к рынку появляется. И к... Пабу. Видите, и сразу увеличивается количество фермеров, потому что у дальних ребят доступ появился больше к пабу, к... Ну, к рынку. Количество, конечно, это к рынку. Пабу там это деньги. Желаю увидеть прогресс. Напоминает мне важный стиль. Так, все. Поехали. Забирать материалы и заселять острова. Уже 27 железа я наделал. Наделал. В общем, эта серия явно будет называться операция пива. Потому что нам надо как можно быстрее здесь организовать добычу пива на другом острове. Ну, как только я там... Там поселение сделать... Не добычу пива, точнее, что я говорю. Хмеля. И хмель надо будет сюда перевозить, а уже создание пива... Тут еще и пшеничные поля надо будет поставить. Мы их будем делать на этом острове. Так, потихоньку увеличиваем количество граждан здесь тоже. Рабочих я имею в виду. Тратим дерево на улучшение домов. Ждем, пока наш корабль приплывет. А вот он и приплыл. Все, значит, сюда перебрасываем доски, стальные балки и кирпичи. И плывем сначала вот на этот остров заселять. В эту сторону смотрим. Ставим здесь. Потом я бы еще, наверное, сразу сплавал какой-то из этих островов, но скорее вот этот с мехами. Перец и меха. Тут два железа. Блин, тут правда кирпич... Тут кирпичей нету. Блин, и тут кирпичей нету. Ну ладно, с вами сможем это доставлять и так. Это просто близко к нам, то есть мы сможем возить. мы это потушили еще в прошлый раз. Вот тут пираты. Я думаю, лучше не селиться, потому что мы по умолчанию с ними воюем. Но надо один из этих островов тоже заселять. Наверное, вот этот все-таки с мехами. Так, здесь тоже торговый пост. Что прихожете? Плывем обратно сразу к моему острову, попытаемся еще инструмент... всяких инструментов туда отвезем. здесь можно сразу поставить на покупку. Особенно кирпичей. пока 50 хватит, вот, до 40. Давайте смотреть, сколько мне вообще тут надо жителей и всего остального. Пивоварня за одну минуту что-то производит. Солодильня. Сейчас мне надо будет 2 пшени... Вообще, сколько тут пива народ хочет на данный момент? Не хватает 2 пива. То есть, мне 2 пивоварни надо. 2 пивоварни означают 2 пивоварни это 2 фермы, 1 солодильня и 3 фермы хмеля. Если 3 фермы хмеля, это 60 крестьян надо как минимум. Тут поставим чертежи, поставим одну хижину лесоруба и лесопилку сразу как-то рыбу. Рыбу Я пока не строю. Все еще напоминаю, что надо пользоваться чертежами. 60. В одном доме фермеров 10 живет. тут мы не будем развивать поселение до каких-то небывалых высот. Нам буквально надо несколько фермеров для того, чтобы игра сохранена. Для того, чтобы у нас было достаточно рабочих рук, чтобы добывать хмель. Как только я построю здесь хмель, мне надо будет строить здесь верфи, чтобы строить торговые корабли. Так, картошка тут так не появилась. ну, этот квест, короче, мы провалим в любом случае. Так, еще раз сюда дерево. кирпичи и железо и пойдем вот этот остров заселим. Вот сюда. Так, тут у нас досок немерено. Надо улучшать дома. 276. Пока оставим такое количество фермеров. Вообще надо больше еще тут планировать. пока мало того, что мы построили. Так. так. Но это мы не скоро будем делать эти дома тут. пока такая планировка еще дальнейшая города. Блин, что я дорога не выбиралась. Так, пока так. Там корабль плывет. Что у нас здесь? так. Рыба тут нужна. Соперник основал поселение. паба 150 надо. О, как раз тут основали. Нам тут надо будет. Так, бабулька хочет какой-то квест. сделаете очень благородное. надеюсь вам понравится. Ящики подберем. Сейчас мы этот город остров заселим. Так, 150 мне надо будет еще жителей. Ну, пап, чтобы пап стоял, то есть тут максимум счастья получим. Все надо будет развивать дальше, потому что перец тут тоже надо будет добывать. Эти импап пока еще не нужен. Хотя я могу построить, потому что я его открыл там. Швепсом я их не буду удовлетворять. ну, я думаю, тут надо вынести приговор. Вот он недовольный, что я не выполнил задание. Я думаю, тут не хватает рыбы. Хотя нет, плюс один. Ладно. и ставим торговый пост тут. выполняем задание бабули. Чем-то он недовольный, тем, что мы, наверное, остров заселили. Так, хмель. надо, наверное, уже ставить добычу. Значит, три фермы хмеля тут надо организовать. они несчастны. Они уже хотят пап? Да, хотят, отлично. Ставим пап. все несчастье уходит. Будто и не бывало. Чего досок не хватает. Мне все надо больше досок привезти, кстати. А то мы там будем долго строить. Кстати, что требуется для хмеля? Нам три штуки надо построить. смотрим. Тоже доски всего лишь 12 досок. Не так уж и много. Не так уж и много. Десять. Давайте, наверное, я уже здесь строю верх и строю шхуну. здесь ячейка для груза. Маленький корабль, который будет именно груз. Переводи даже две сразу построю. лис инженер инженер � лис а то Продолжение следует... Всё идёт так, как и ожидалось. О, блин, какой-то пункт назначения мимо пиратов. Очень мне это не нравится. Кстати, а кто с кем? В каких отношениях? Давайте так. Гаспаров в войне с Грейвзом. Грейвз в войне с Гаспаровым. Бабушка ни с кем не в войне. Но мы ещё не нашли, как бы, пиратов считается. Нам ещё не показывают, в каких отношениях пираты с кем. Так, Грейвз какое-то задание хочет дать. Некоторых служение возбуждают. Это на твоей совести. Чуть попозже. Так, тут надо следить за кораблём, потому что мы сейчас приплывём на остров пиратов. Наткнёмся, ими там будут пушки обстреливать. Ну, пиратские корабли на меня не нападают, потому что, как бы, считается, что я ни в каких... Пока в отношениях с пиратами не состою. Ну, вот это вот пиратский остров. Там эти обломки мира посреди этого острова, прям будут... Что мы делаем с рейлистами? Бросаем на корм рыбам. То есть она в войне только со мной. Класс. Видите, что я и говорил. Пушка начинает... Стрелять по мне. Так, какой у неё радиус? Надо из-под радиуса обстрела выплыть. Так, где обломки эти? Корабль построен. То есть прямо сюда мяда завести? Блин, что это за дебильный квест? Как я его могу выполнить вообще? Если я в войне с этой чувихой. Перемирие за 20 тысяч. Нормально, да? Да, походу, это невыполнимое задание. Жопая. Испорчу отношения с бабулей. Ладно, пошли задание Грейвза выполнять. Так, здесь у нас должны доски появиться. Оношения наших ребят. Ну, счастье повысим. И можно... Так, давайте глянем, что тут рыбы хватает. Да, рыбы хватает. Давайте хмель делать. Нам три хмельных... Портовая крыса! Что если я отклонил твое предложение? Ты просишь мне 20 тысяч, которых у меня и нету. Ну, серьезно, женщина. Портовая крыса! Так, и здесь ставим склад. Не хватает пока бревен. Сейчас доделаем. Так. Наша первая шкуна, но я сделаю на автомате. Этот путь. Значит, назовем его хмель. Маршруты. Создаем маршрут. Хмель называется. Добавляем сюда шхуну. Корабль построен. Отсюда грузим хмель. Максимум. Сюда выгружаем хмель. Все. Принято. Корабль автоматом стал действовать. Этот у нас на будущее будет. И здесь надо еще одно доделать. Еще раз проверим, что тут нам рыбы хватает. Кстати, тут рыбу можно на продажу поставить. Больше 20 пускай будет. Пускай продается. Так. Возвращаемся на наш остров. Что у нас тут, кстати, вообще? А у нас тут дерево немерено. Битком забито. Пора вздремнуть в сене. Пока отключаем. У нас дерево дофига. Скоро, кстати, будет еще и кирпича дофига. Поэтому стоит дорожки проводить. Ну так, пока остановимся. Так. Тебе надо пшеничные поля. Два пшеничных поля, одну солодильню и две пивоварни. Эти поля мы вот тут сделаем. Солодильню и пивоварню тоже тут. Так. Как бы нам так это сделать, чтобы не особо на... Не особо на... Лесорубов влиять. Нормально. Важно оставаться в верном себе. Игра сохранена. Так. Еще немножко надо. Так. Это вот чисто у нас для пива. Теперь одна солодильня. И две пивоварни. Но пивоварни будут тогда, когда у нас хоть один хмель привезут. Рады стараться. Вот. Только что привезем. Хмель две штуки. Не, пока подождем. Ладно. Так. Выполняем задание Грейвза. Я не смогу задание... Эээ... Эээ... Это вопрос жизни и смерти. Поддержите нас. Металлургические лицейные тихо будут лучше работать. Там она будет профсоюз построить. Грейвзу мы везем. У мадам Кахины по ходу квест еще. Несколько лет назад. Здорово. Так. И пока все. Тоже надо поставить на покупку. Ладно. Кирпичи в принципе есть. Железо тоже есть. Ладно. Пока не будем. Просто заселен остров. И так плюс 300, кстати, по деньгам. А сейчас как пиво начнет приходить. Слушайте, может сюда два корабля поставить? Пускай они побыстрее хмель привозят. У меня тут добыча хмеля, кстати. Идет. Она идет. Я думаю, уже одну пивоварню можно запускать. Пойдет. И давайте первое желание выполним колбаски. Им нужны колбаски. Пожар. Э. Блин. Я, конечно, затупил, что пожарную часть не поставил. А где, что горит, что-то не... А, вот. Есть. Семь хмеля. Пусть я правильно еще посчитал. Давайте посмотрим. Ну да, в полтора раза. То есть... Ты все еще ничтожество. Спасибо. Это все еще ничтожество. Поближе это задание. Начнем его выполнение. Так. Ну что, пиво тут появляется? Пока еще нет. Но производство пошло уже. Как любопытно. Так. Куда доставить? Сюда. Вперед! Ну, надо цепочку для колбасы делать. Следующую. Пиво пивом. А колбаса по расписанию. Вообще не знаю, как в этом народ еще без колбасы вообще держится. А давайте так объединим. На всякий случай. Игра сохранена. Так. Где мы тут колбасных мастерских настроим? Так. Я не помню просто, как там загоны выглядят. Эти свинарники. Да. Так. 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 Нет. Надо двигать. Чуть-чуть на одну клеточку в сторону, чтобы все влезло. Вот так. Хмеля, кстати, уже, наверное, достаточно привезено. Пожар потушен. Типа вторую можно запустить. Да. Думаю, две пивоварни тут достаточно будет. Возвращаемся к нашим свинюшкам. А, предел достигнут. Так. Тогда сама колбасная мастерская сюда. вторая сюда. Вторая сюда. Вторая сюда. Склад тут ставим. Так. Так. Первая. Пошла. Готово. Расскажите о ваших методах работы? Конечно, расскажу. В пути. Следующая свинарная мастерская. Мастерская по производству колбасы. Так. Пока я две сделаю, но на будущее еще сейчас поставлю. Так. 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 Сделано. Сделано. Так. Как у нас тут удовлетворенность пивом? Пошло, пошло, пошло. Денежки сейчас должны течь рекой. Школа. Что, я школу еще не поставил, что ли? О, блин. Что-то я пропустил это дело. Так. Школу вот тут надо ставить. А, у меня же там железо нужно было для нее, поэтому я ее не ставил. Теперь у меня уже все есть. Убираем тут дорогу. И ставим школу. Нормальная доступность для всех. Сейчас будет количество рабочих увеличить. О, уже. Плюс 676 денег, а? По-моему, операция пива увенчалась успехом. И надо переходить к ремесленникам и прочему. Но это уже в следующей серии. Это важное поручение. Операция пива прошла хорошо. Придерживайтесь примыхли. Я думаю, видео заслуживает лайка. Мы захватили два острова. Я знал, что у вас получится. Так что он тут по квесту. Что по развитию? Давайте смотреть. Гаспарова мы опережаем в экономике, отстоим в вооружении. Но немного. Грейвс тоже опережаем. Ну, мы лидеры здесь. По-моему, молодцы. Сейчас еще, кстати, и колбасень подоспеет. То есть еще больше будет довольных рабочих. Так что все прям, прям все зашибись. Обломки. Давайте мы, наверное, по пути сначала обломки подберем. А потом уже все остальное. Так, ну, тем не менее, на этом я эту серию заканчиваю. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры. И продолжение будет завтра. А спонсоры канала видят их уже все сразу. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Играйте в умные игры.